Какую дверь нужно открыть, чтобы найти эксперта? В любой нише, я думаю, в любом случае есть какая-то конкуренция. Но в пике было человек 70-80. Основной такой сложный момент во всем процессе – это понять, какие действительно боли есть у нашей аудитории. Акцель, конечно, это все структурирует. Друзья, всем привет! Вот на этих экранах снова мы. Я Федор Спиридонов. Я Илья Терновой. Мы берем интервью у настоящих специалистов, у людей, которые изменили свою жизнь и пришли в онлайн-образование. Сегодня у нас в гостях Роман Белоусов. Продюсер онлайн-школы по имиджу и стилю. Как говорит сам Рома, нужно меняться с гардероба, если вы хотите поменять свою жизнь полностью. Удивительная, интересная история того, как он пришел в онлайн-образование, познакомился со своим экспертом и сам фактически тоже изменился. Давайте посмотрим, что полезного он наговорит. И, может быть, нас тоже вдохновит, и мы сменим свой гардероб на более деловитый стиль. Обязательно сменим, потому что Роман, кстати говоря, дает 50% скидку на обучение в своей онлайн-школе. Так что, ребят, смотрите этот выпуск до конца, берите максимум полезной информации. Подписывайтесь на канал! Смотрите до конца! Роман, привет! 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 Как жизнь? Как доехал? Все отлично! Слушай, расскажи, пожалуйста, у тебя, я так плагаю, ты продюсер, у тебя есть эксперт в сфере имиджа, стиля и так далее. Первый вопрос, который я задаю всегда всем... У него есть, у нас не... Судя по-моему... Да, как мы выглядим. Первый вопрос, который я задаю практически всем людям, которые приходят к нам, это как ты пришел в сферу онлайн-бизнеса и чем занимался до этого? Ну, на самом деле, у меня есть бэкграунд. Я как бы предприниматель уже со стажем в офлайне. Занимаюсь где-то порядка 7 лет. Оффлайн-бизнесом это небольшая микросеть автомобильных узкоспециализированных техцентров вот в регионе. И плюс мы с будущей супругой развиваем женский бренд одежды. Это все офлайн. Но так или иначе, моя компетенция и мое участие в офлайновых бизнесах сводится к тому, что практически все задачи я выполняю онлайн. Вот. И, собственно, поэтому это как бы мне знакомо. И я решил попробовать немножко другое направление в сфере онлайн-образования. Но все равно знаний в сфере онлайн не хватало, чтобы сделать это самостоятельно, например, без обучения в акселераторе. Ну, конечно. То есть какие-то есть отрывки информации, которые я использую так или иначе в своей практике в офлайне. Но аксель, конечно, это все структурирует. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. А как происходило знакомство с акселератором? Да очень просто. Мы посещаем всевозможные форумы, бизнес-форумы и так далее. И первый раз я об этом услышал на трансформации. Это было, по-моему, в том году. Вот я услышал и подумал, но почему нет, почему не попробовать. И, собственно, с этого и начал самый путь. А ты долго после того, как узнал о акселераторе, долго грелся к покупке пакета? Да практически не грелся. А за сколько такой пакет купился? Пакет купе был, по-моему, там в районе 350 тысяч. Я уж не помню сейчас, сколько это стоило. Не жалко потраченных денег? Уже с точки зрения того, что ты уже отучился, все понял и как бы… Нет, я понимаю, что если, поскольку у меня уже опыт есть в предпринимательстве, я понимаю, если я пойду своим путем, изучая информацию где-то отдельно, да, урывками, опять же. То есть это все вылезет в какие-то неопределенные сроки. Зачем? Если есть возможность, лучше инвестировать эти деньги, соответственно, и прийти к результату гораздо быстрее. Как произошло у тебя знакомство с экспертом? По эксперту тоже тут история такая интересная. Во-первых, в акселератор мы пришли с моим товарищем. Он в данном случае тоже был экспертом. Но, правда, история была автомобильная. Автомобильная тематика. Мы хотели создать онлайн-школу автоэкспертов. Но, учитывая его максимальную загруженность и практически не было времени у него заниматься этим проектом, он проходил обучение, мы вместе проходили обучение, но времени на проект практически не было. Поэтому мы школу автоэкспертов поставили временно на паузу. И нового эксперта по имиджу, ну, вообще все просто достаточно, поскольку мы развиваем женский бренд одежды, к нам пришел эксперт по имиджу, по стилю, стилист. Сама? Сама пришла, да. И начала проводить у нас прямые эфиры. Ну, то есть, а как, что значит, сама пришла? Как она шла у вас? Да, ну, условно так. То есть, есть стилист, он предложил свои услуги по проведению прямых эфиров. Условно мы согласились. Нет, где была ваша точка контакта? Вы давали, вы объявили там запрос на соискателя, то есть, искали этого стилиста или она просто мониторила бренды, потому что у вас бренд, так понимаю, развивающийся, и решила предложить услуги? Или через акселератор на каком-то форуме, то есть, вы столкнулись или как она вас знала? Какую дверь нужно открыть, чтобы найти эксперты? Да, есть, есть стилисты, которые, ну, так сказать, не то, что между собой общаются. Может быть, безусловно, они общаются, но они так или иначе со своими клиентами путешествуют по шоурумам, по брендам и так далее, в поисках одежды, условно. Ну, и, собственно, так мы и познакомились. Девушка-стилист Анастасия пришла к нам в компанию, соответственно, мы познакомились, начали общаться, дальше начали проводить совместные прямые эфиры и на нашу аудиторию, на ее аудиторию. Аудитория это очень положительно восприняла, ну, и, соответственно, мы, недолго думая, решили попробовать создать совместный проект. Все, вот теперь все. В моих шкафчиках все разложилось. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Так вот, и получается, что сколько уже школа существует? Да, школа на самом деле существует, я думаю, что месяца, наверное, 2,5-3, потому что мы начали ее создавать где-то в середине ноября, и у нас был ровно месяц до отъезда стилиста, ну, уже моего партнера, да, за границу, и у нас был ровно месяц для того, чтобы запуститься. Учитывая то, что, ну, в Excel я тогда продвинулся достаточно много по урокам, я, в принципе, понимал уже всю структуру, всю цепочку, которую необходимо было реализовать. Ну, и, собственно, вот нам хватило месяца, ну, чтобы это дело все запустить. Когда вы выбирали нишу, когда вы определялись, и все-таки достаточно много стилистов, которые, наверное, в онлайне даже уже преподают, то есть не было опасений по поводу того, что эта ниша перенасыщена, и что, там, в принципе, денег может и не такое большое количество быть, как вам бы хотелось. Как вы поняли, то, что туда стоит идти смело, в общем, без огляд? Ну, вот за время обучения просто в Excel, да, я понял о том, что вот харизма эксперта – это вообще вот, ну, одна из ключевых прям ролей, которая может влиять на успех и влияет на успех. И наш партнер, мой партнер, да, эксперт, обладает, ну, просто сумасшедшей харизмой, сумасшедшей энергетикой, которая, ну, когда мы просто вот начали общаться и познакомились, и она вела у нас прямые эфиры, я понял, что, ну, вот аудитория это воспринимает положительно, отклик положительный, вот, соответственно, почему не попробовать? Мы даже не смотрели на то, что, ну, есть конкуренция, нет конкуренции. В итоге, в любом случае, в любой нише, я думаю, в любом случае есть какая-то конкуренция. Вот, ну, не стоит этого бояться, прямо заходить и работать. Сколько вы вложили на первом этапе? Мы вкладывали в трафик, где-то порядка 50 тысяч рублей, вкладывали в площадку GetCourse, там, в районе 35 сразу за год пакет, вот, и в районе 30 тысяч за настройку GetCourse, потому что у нас было сжато по времени, некогда было заниматься, поэтому мы это делегировали сразу на специалистов. А через какие каналы вы трафик нагоняете? Исключительно холодный трафик, это Facebook и Instagram. Facebook и Instagram в основном, а ВКонтакте? Пока нет. А почему? Ну, пока просто решили сфокусироваться на одном. На популярном? На популярном. Понял. Сколько человек было на первом потоке? Вот первый поток у нас стартовал только 14 января, условно, через два месяца после старта над проектом. На первый вебинар у нас пришло там порядка, точнее, получили мы около 500 регистраций, пришло где-то, ну, человек 160, но в пике было человек 70-80, и с этого мы получили там где-то порядка 8-9 заявок. А вот это оплата имеется в виду, да, 8-9 оплат? Заявок сначала. А, это есть только заявок. Да. 50% мы их закрыли в оплату, вот, собственно, 5 человек, и после этого мы провели уже автовебинар, поскольку эксперт улетел отдыхать, его не было. Вот. И на автовебинаре мы еще закрыли в оплату еще 5 человек. А вот можешь поделиться своим распорядком дня, то есть, что входит в обязанности продюсера, или как ты себе там распланировал свой, так как называется, тайм-менеджмент, да, то есть на этапе запуска, там, вот эти там первые полтора месяца или там два месяца, ты так выверил, то, что это нужно время для запуска онлайн-школы. Задача, какая вот там линия твоего движения, ты говоришь, так, я встаю с утра, делаю сначала, там, не знаю, медитацию, потом надеваю красивую одежду, целую свою любимую, и потом уже я вот начинаю, там, не знаю, там, звоню таргетологу, ставлю такие задачи, делаю это, завтра у меня там получаются, понятно, новые задачи. Ну вот, что было у тебя, какой план действий? Ну, для начала нужно было выстроить стратегию, каким путем вообще двигаться, как идти, вот, и, соответственно, весь этот пазл распланировать и приступить, соответственно, к реализации его. Что-то сам делал, что-то, естественно, то, что мог делегировать, делегировал, соответственно, это и стилизация презентаций, то есть всю вот эту вот работу дизайнеров, у нас есть помощник, техническую сторону, мы делегировали полностью это создание, там, посадочных страниц, продающих страниц, настройки гид-курса и так далее, вот, историю с трафиком мы тоже делегировали, соответственно, на таргетолога, вот, и что еще тексты, копирайтинг, письма, что-то сами создали, ну, такое, несложное, что-то отдали копирайтеру. Ну, то есть, в основном, это взаимодействие, то есть сбор, поиск команды. А с копирайтером, ну, насколько я полагаю, нужно очень грамотно прорабатывать всю историю, потому что он же не знает продукт, он не знает, чего вы хотите добиться. Вот как было выстроено, как нашлось взаимопонимание между вот тобой и копирайтером, например? Ну, ставили задачу, то есть, когда искали копирайтера, ставили сразу задачу. У нас школа имиджа, то есть нам необходимо хотя бы базовое знание в этой истории, вот, чтобы копирайтер также обладал какими-то навыками маркетинга, чтобы он умел оттуда вытащить смыслы и упаковать это все в красивый текст. А специалистов находили где? Да, где только возможно находили, вплоть до того, что запускали таргет на копирайтеров и, соответственно, собирали их базу, они нам писали тестовое задание, выполняли тестовое задание, вот, и мы уже отбирали, смотрели. То есть все исключительно мы делали через тестовое задание. Вот пост, вот к нему нужно придумать текст, продающий, да, условно, или информационный. То есть это задание вы разрабатывали, это Vaxel дают нам понимание, как должно выглядеть это задание, или вы сами... Нет, это уже предыдущая практика. А, предыдущая практика, как раз из офлайн-бизнеса. Конечно. Друзья, вот, что полезно, заниматься бизнесом и до онлайна. Но, тем не менее, не бойтесь, приходите все равно сюда. Здесь сообщество сильное, вам подскажут, научат. Вот, 50 тысяч рублей нагнание трафика было потрачено, то есть в таргетинг, ну, да, условно. Не боялся ли ты, что эти деньги улетят в трубу, потому что само понятие таргетинга, оно не всегда точечное, конкретное, и могло все это провалить. Ну, естественно. То есть, учитывая, опять же, предыдущий опыт оффлайна, когда мы нагоняем трафик, там, я полностью участвую в привлечении трафика, там, в другую нишу. Естественно, я понимаю, что вот этот бюджет, который я выделил, там, 50 тысяч рублей, условно, это вообще, это тест. Ну, то есть проверить гипотезы, проверить рекламные креативы, проверить тексты, ну, и понять вообще, проверить целевую аудиторию, кто приходит, кто кликает и так далее. То есть, вот этот бюджет, изначально, он просто запланирован, был на тест. То есть, который психологически вам комфортно, потому что можно было и 10, и 20, и 30. Ну, можно и 10, и 20, и 30. Но, опять же, то есть, задача была, ну, как бы, максимально быстро запуститься. Зачем растягивать? То есть, если есть возможность, то есть, мы стали ее использовать. Согласен. Взяли деньги и... Существуют разные модели, там, разные воронки продаж. Вот, опять-таки, разные механизмы продаж. Мы посмотрели на вашем сайте, на вашем лейдинге, у вас 50-процентная скидка для, там, скажем, по трем пакетам для ваших слушателей. Вы уже, исходя из того, какая аудитория откликается, поняли, что именно эта модель взаимодействия и продаж вам удобна? Или каким образом вы пошли именно этим путем? Мы спроектировали эту модель с технологией акселератора, соответственно, да, где рекомендуется, там, двойной сброс цены делать. Ну, и, соответственно, просто применили ее на нашу историю. А, ну, нет ли такого обесценивания продукта, потому что скидка, там, практически, в 50%. Нет, там, в 50% и есть скидка, да? Там скидка в 50% для самых быстрых, да, в течение, там, 48 часов. То есть нужно было... А, то есть это такая временная, да? Временная, там, да, в течение 48 часов. Для остальных скидка 30% была. Для участников вебинаров. Очень интересно, какую скидку нам дадут сегодня для наших зрителей. Вот, а какие... Ну, у вас есть какой-то бесплатный вебинар? Или есть, да? Скажи, пожалуйста, какие, вот, может быть, несколько примеров, триггеров, которые существуют, там, не обязательно все раскрывать, которые побуждают к действию зрителей этого вебинара, да, купить этот курс, там, закрывают, может быть, какие-то там потребности, боль? Ну, конечно, то есть мы старались строить вебинар, исходя из более аудитории. Вот это было, кстати, основной такой сложный момент во всем процессе, это понять, вот, какие действительно боли есть у нашей аудитории, то есть понять свою целевую аудиторию. Учитывая то, что у нашего эксперта, да, у партнера своей аудитории не было практически теплой, вот, и мы работали с холодным трафиком. И очень сложно было понять все-таки, а какие действительно боли у аудитории, какие цели, что их должно побудить купить вот именно нашу программу. Как вы поняли это? С помощью креативов рекламных, с помощью тестов. А, ну вот с помощью. Да, то есть тестировали разные гипотезы, исходя из наших соображений, исходя из компетентности нашего эксперта, потому что у нее достаточно большой опыт обучения оффлайн, этой ниши, да, ниши имиджа. И, соответственно, мы на основании ее каких-то данных, водной информации, исходя из наших совместных, там, мозгоштурмов, да, начали просто создавать рекламные гип-креативы и тестировать различные боли. Ну вот, к примеру, это же, там, в любом случае идет вебинар, человек говорит, может быть, ну, если там не записанный вебинар, да, там, вот, что такого должен сказать эксперт, чтобы человек такой, о, классно, какой триггер, то есть хотя бы один пример какой-то. Вот как, какую фразу он на аудиторию пуляет? Условно, мы делали уклон на то, что пословица, да, встречает по одежке, а провожает по уму, да, и, естественно, если ты там хочешь занимать высокие должности или там расти по карьерной лестнице, то недостаточно просто того, что, как бы, ты должен быть слишком умным, да, за имиджем, за своим тоже нужно следить, и вот это ключевой момент. И как раз вот здесь вот мы и цепляли аудиторию за то, что, ну, если вы там зависли на одном месте, если у вас там нет карьерного роста, попробуйте начать с себя, то есть попробуйте обратить внимание, как выглядите вы, то есть и вот прическа, прическа, одежда, макияж, одежда, аксессуары и так далее. Все это так и иначе. Ну, фактически можно создать имидж, используя большой ассортимент гардероба, а можно как Стив Джобс выйти в футболки, выйти в футболки, либо водолазки, небольшой ассортимент, небольшой комплект, но удачно подобранный, который формирует устоявшийся образ. Совершенно верно. На сайте я прочитал такую информацию, что если после второго курса, после второго урока, модуля, да, этот курс не цепляет, то вы стопроцентно возвращаете полную стоимость оплаты. Да, все верно. Были ли случаи, когда люди такие, ну, что-то, ну, не понравилось. Нет, у нас был случай, когда вот мы первый поток стартовали, и люди, которые покупали там самый простой пакет, по мере его прохождения, они понимали, вау, круто, ну, реально хороший продукт, я хочу доплатить, можно ли проапгрейдить вообще до максимального тарифа. И люди у нас есть на курсе, которые оплатили, и сейчас учатся уже на расширенной программе. Как выстраивалось взаимодействие с акселератором, вот именно проходило обучение? Все ли было понятно там, потому что, я думаю, ну, многие зрители, да, на сих пор находятся на этой грани, там, покупать, не покупать, вот хотелось бы там уже, мнение человека, который уже прошел обучение. Я бы сказал так, если это, ну, направление интересно, если интересна сфера онлайн, при этом цель должна быть не только как бы финансовая, да, но цель должна быть какая-то как-то, как-то сказать, нематериальная, что ли, да, то есть, если человеку интересно, и он хочет достичь результата достаточно быстро, то, конечно, нужно идти. Вот, если человек, например, идет, да неважно, в любую нишу ради финансовой выгоды, соответственно, да, и ставят во главу только деньги, ну, боюсь, что тогда, наверное, вряд ли у него что-то получится, неважно, это онлайн, как бы, или оффлайн, но нет, душу-то нужно тоже вкладывать, правильно? И в это, деньги-то можно в любом случае заработать, но вопрос какие, каким результатом? У тебя уже был опыт в оффлайн-бизнесе в сфере имиджа, правильно я понимаю? Ну, косвенно, да, сфера женской одежды. Сфера женской одежды, вот ты свой образ, свой стиль подбираешь с учетом своего внутреннего желания, или тебя все-таки пользуешься консультациями там своего стилиста, эксперта? Ну, вот до момента того, как мы познакомились с нашим партнером, с нашим стилистом, да, с Анастасией, я шел так, шел и покупал, что вижу, то и беру. Ну, собственно, не вникал даже в процессы, но сейчас, конечно, то есть, если есть какая-то подсказка. Очень интересное, информативное и стильное у нас интервью выдалось, вот, теперь, хотелось бы перейти, поскольку вы вы даете скидки к приятным бонусам нашего, вот этого шоу, давай пообещаем какую-то скидку тем, кто нас посмотрел, заразился и хочет действительно пробить стеклянный потолок, хочет пройти ваши курсы, потому что все эти боли, все эти потребности расписаны у вас на сайте, человек может прочитать, ознакомиться, узнать себя, услышать и наверняка будет смотивироваться, чтобы у вас приобрести этот онлайн-курс и пройти обучение. Какую скидку мы можем пообещать нашим зрителям? Мы можем без проблем сделать 50%. В течение какого периода после выхода этого интервью? В течение месяца. В течение месяца, в течение месяца, без проблем, мы готовы сделать скидку 50%. И самое главное, теперь нам остается нужно выбрать промокод. Пусть будет промокод шопинг, поэтому промокоду в течение месяца любой зритель, да, может получить скидку 50% на нашу обучающую программу. Ребята, все все слышали, не упускайте возможность выглядеть стильно, модно, и тогда ваша жизнь изменится. У нас в гостях Роман, спасибо тебе большое. У нас в гостях роскошный Роман. Роскошный Роман, спасибо вам. Вот, желаю вам успехов в вашем бизнесе, вот, будем непременно обращаться за консультацией. Спасибо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Интересно было познакомиться с Романом, хотелось бы, конечно же, чтобы эксперт присутствовал, представляешь, было бы классно если бы такое интервью и продюсер-эксперт одновременно дает каждый со своей позиции мнение, да? К тому же, я хотел у него спросить, но не стал это делать, потому что он не является экспертом в области имиджа, чтобы он разобрал нас, оценил и сказал, куда нам нужно идти, вообще в целом, в офис, разгильдяйничать? Или просто он должен был сказать, как вы сюда попали, да, ребята? Он с этой мыслью зашел к нам в студию, на самом деле. Появился эффект, конечно. интервью полезное, там, для себя тоже есть, что-то подчеркнулось, поэтому все классно. Важно было вот то, что узнать, это про триггеры, то есть мне полезно было услышать этот пример. Понятно то, что у него там свой путь, это со скидками, да, то есть они в течение 48 часов действуют 50%. Это шаблонная история, которая дает консервират. Шаблонная история, да. То есть можно пойти по такому пути, у них работает, почему нет. Вот. И опять-таки, даже иногда эксперт находит себя, да, то есть на ловца и зверь бежит. Надеюсь то, что у нас будет в ближайшем будущем возможность все эти деньги, которые у нас оборачиваются, вложить еще и в свой стиль. В свой стиль, да. Но мысль правильная, начинать нужно с себя, хочешь быть в какой-то нише, в каком-то новом положении, пожалуйста, соответствуй. с Jacob him, что онmain, как смешен. the в Продолжение следует...